Всем привет! Итак, 1915 год. Директор Монетного Двора Роберт Вилли пригласил трех художников из Нью-Йорка. Хермана Макнилла, Альбина Полосека и Адольфа Веймана. С целью разработки дизайна для трех монет. Номинала в один цент, четверть доллара и полдоллара. В конечном итоге дизайн Веймана оказался победителем в двух номиналах. Один цент и полдоллара. Адольф Вейман родился в Германии и переехал в Соединенные Штаты в возрасте 10 лет. В 1880 году. В качестве студента оттачивал свои навыки под руководством знаменитого Августа Сен-Годена. И к 1915 году он был широко признан как один из лучших скульпторов Америки. Для Аверса Монеты Вейман выбрал полнометражную фигуру свободы, шагающую к заре нового дня. Фигура свободы покрыта звездно-полосатым флагом и несет ветви лавра и дуба, символизирующие гражданскую военную славу. На реверсе изображен орел, который величественно сидит на горном утесе. Крылья развернуты как бы в позе власти. Вейман отлично сыграл на патриотической символике. Инициалы гравера находятся в оперении Орла. Буквочку W и A можно разглядеть. Первые монеты увидели свет в конце ноября 1916 года. И были встречены на ура всей американской публикой. Монеты печатались на трех монетных дворах. Денвера, литера D, Сан-Франциско, литера S и Филадельфии. Без буквы обозначения. Вес монеты 12,5 граммов. Серебро, девятисотая проба. В качестве улучшения дизайна в 1918 году были внесены незначительные изменения гравером Джорджем Морганом. Кое-какие доработки были внесены гравером Джоном Синока в 1937 и 1938 годах. На сегодняшний день полный набор состоит из 65 различных комбинаций. Так как монеты находились в широком обращении, особый интерес для коллекционеров представляют монеты в хорошем сохране. Ну и редкие тиражи, соответственно. Которые были в 1916 году и 1921. В 1947 году состоялся последний тираж. Дизайн Адольфа Веймана «Шагающая свобода» был настолько удачен, что был использован в 1986 году для Аверса монеты номинала в 1 доллар, который печатается до сих пор. Вот такой шикарный дизайн и шикарная монета. Я думаю, достойна любой коллекции. На этом ограничусь. Пожелав наилучшего, Дмитрий, с уважением.